Кирс оф Вар, Принц Перси, Том Райдер, Симс 3, Трансформеры 2, а также Самые страшные маньяки-убийцы Лысы Самые вкусные подробности с конференции разработчиков игр Это и многое другое прямо сейчас в Виртуалити Привет, меня зовут Макс Васильев, это Виртуалити В ближайшие полчаса вас ждет только самое новое и интересное информация из мира видеоигр и компьютерных развлечений В экранизацию Gears of War на роль Маркуса Феникса взяли тупого качка Актер Дуэйн Скала Джонсон уже засветился в роли царя скорпионов в Мумии 2 И вот теперь однозначный подъем по карьерной лестнице Знаете, если бы Маркус Феникс был сейчас здесь, то наверняка сказал бы Кино ждем через год, ну или не ждем На какие еще игры киношники раскатали губы в новостях Геймеры, а вы знаете, что про вас снимают фильм? Да не просто я с подковыкой Подковык такая В недалеком будущем хитрый ученый с помощью нанотехнологий Объединили компьютерную игру с реалити-шоу и назвали этого гибрида убийцы Да-да, так и назвали Само собой, в игру шоу сразу же затесались маргиналы и уголовники всех мастей Учинив худшимок собственной разборки Мораль всей басни такова Игр не просто зло, а мега зло Премьера геймера намечается в первых числах сентября Аккурат после Дня знаний Весьма занятно, что у нас в России тоже снимается кино с подобным названием И тоже выйдет осенью В общем, не давайте смотреть ни тот, ни другой фильм маме с папой А то запретят компьютеру подходить Но совсем Берегитесь гробницы Еще одна киношная новость Возможно, в ближайшем будущем мы увидим очередной фильм по мотивам приключений Лары Кроп Ян Ливингстон, глава компании Эйдос Родитель расхитительницы гробниц Так высказался по этому поводу Скоро будет кино по игре Кейн и Линч Это круто А совсем крутотень наступит тогда, когда мы решим сделать еще одну картину по Том Райдеру Почему вся эта дискуссия? О том, будет ли в картине многодетная мамаша Анжелина Джоли Или на ее место найдут какую-нибудь другую акробатку Ян умолчал Думаешь, им платят так много, что они готовы рисковать? Принц без принципов уже вовсю позирует перед камерами Недавно в сети всплыл ролик с первыми кадрами из фильма по мотивам игры Принц Перси В них много дерется и машет ногами сам Джейк Джилленхолд Который мы помним как ковбоя-гея из картины Горбатая гора Кто будет по оси Джека в этом фильме, знойная персиянка или наоборот красавец Перс с томным взглядом, пока не уточняется Лично мы надеемся на персиянку Эх, люблю персиянок О, мой друг, я смотрю, ты бабник Тогда следующий сюжет точно для тебя Неужели он про это? Нет, он про игры Точнее, про конференцию разработчиков игр О, а где красотки? Терпение, терпение, мой друг Наш корреспондент на этой выставке пощупал не только игры Конференция разработчиков игр в кризисном 2009 году все-таки состоялась Правда, по сравнению с прошлым годом ее масштабы были немного скромнее Но настроя отечественных игроделов это не изменило На выставке они весело и с охотой рассказывали о представленных проектах Я же с удовольствием знакомился с девушками-стандистками Пробовал экзотические коктейли А попутно задавал вопросы разработчикам и тестировал новые игрушки И первым же интересным проектом, который я увидел Была леталка Ил-2 штурмовик Birds of Prey В игре бывает одновременно до 120 самолетов в воздухе Не считая наземной техники и артиллерии В игре десятки, нет, уже сотни миллионов объектов детализации на земле А также 20 миссий, 6 театров военных действий И как минимум 4 игровые платформы, на которых Ил-2 выйдет уже этой осенью PC, Xbox 360, PlayStation 3 и PSP Такое разнообразие вполне способно сорвать башню А вот что действительно может порадовать геймеров Так это вторая часть стратегии в реальном времени Majesty, обещанная нам уже в сентябре Страна называется Ордания Это волшебная страна, в которой правит династия великих королей И последний из великих королей решил вызвать на бой самого страшного демона Демон появился, победил короля и захватил все королевство Уничтожил всех и воссел на троне Задача игрока будет забороть этого демона и воссадить на трон законного короля Ну или воссесть самому И только я собрался этим заняться, как случилось нечто необъяснимое Я что-то чувствую Какой-то зов внутри меня Что-то меня зовет Эй, может там кто дома есть Неважно, пойду искать Потому что этот зов, зов Припяти Привет В чем зов Припяти? Зов Припяти в новом сюжете, новых локациях, новых монстрах И вообще в новой игре, которую мы разрабатываем В третьей игре из саги о сталкерах детально воссоздан многострадальный город И, как утверждают разрабы, сделана масса улучшений А в качестве особой фичи обещают режим фри-плей Позволяющий просто вдоволь нагуляться по этим некогда густонаселенным просторам В общем, судя по конференции Какая-то движуха в отечественном игропроме наблюдается Недаром так загадочно улыбаются симпатичные девушки-стендисты Далее в виртуалити Ночь в музее 2 Трансформера 2 Sims 3 А также Куда можно засунуть бейсбольную биту И самые страшные маньяки-убийцы Лысые Это виртуалити Мы вернулись Дюк Нюкем Умер Да здравствует Дюк Нюкем Примерно под таким девизом в сети проходит конкурс Название лучшего двойника этого супергероя Все, что от вас требуется Заснять и отослать Видео, в котором вы изображаете старину Дюка Вот, например, какие ролики выложили на сайт Ярые фанаты ядерного герцога Интеллект Скажи, а я похож на Дюка Нюкема? Да что-то хиловат Да? А сейчас? Come get some А так ты похож на моего дедушку Так, ладно Давайте вернемся к новостям Кому в музее жить хорошо? Ну, не бабулькам же из билетной кассы Только ожившим экспонатам Убедиться в этом можно, запустив игру Night at the Museum Battle of the Smithsonian По мотивам фильма Ночь в музее 2 Главный герой, ночной сторож Ларри Будет разъезжать по этому самому музею на динозавре Управлять каким-то спутником и скакать по платформе Как ужаленный вжжжжж.. Вжик-вжик-вжик Вот так и будет он скакать Несмотря на такие фишки, Геймплей более чем унылый Обычная платформенная аркада, неостроумная подделка по популярному фильму. Графика — настоящий раритет древности, а на управлении камер хочется ругнуться именем какого-нибудь фараона. На муха Доносор! Да как же в это играть-то можно? Рамзес, тебя подери, куда ты скачешь? Не фертите тебе в печень, что же это за текстура такая? Стратегии и стратежки. Ура! В ваших рядах пополнение, а точнее дополнение. Дополнение для Hello Wars под названием Strategic Option. У вас ждут три новых режима, один другого крашим. Режим захват флага, перекочевавший в игру из мультиплеера Hello 3. Режим Tag of War, где упор делается на развитие базы исследования технологий. И режим подкрепления, в котором войска купить нельзя, а подмога прибывает тут чуть-чуть. Вот такие странные режимы. И вообще стратегия на консолях как штука сама по себе странная. Зато обладатели Xbox 360 получат в комплекте набор из четырех новых ачивок, цветную майку и наклейку на холодильник. Интеллект, а спартанцев из Hello Wars можно назвать жестокими убийцами? Вряд ли. Они солдаты и просто выполняют свой долг. Вот. Это еще раз подтверждает мою мысль о том, что настоящий убийца должен быть лыс и жесток. Открывает наш хит-парад лысых и жестоких простой пацанчик Джим Копкинс из игры Булли. Родители сдали его в школу-интернат за скверный характер, но это его поведение не улучшило. В школе он прогуливает вместе с корешами уроки, тусит с местными бомжами, избивает одноклассников, пристает к девочкам, ворует у школьников завтрак, обед и ужин. Ну а также гоняет по интернату на скейте, бьет стекла, глумится, надумится над сталыми учениками и нецензурно матерится. В общем, занимается всем тем, чем занимаются обычные школьники. Ну что, школьнички, как вам музычка? Типа как в тубзике с пестиком, зычка? Он бы и не попал в наш хит-парад злобных лысиков, но ведь именно из таких сорванцов потом вырастают герои ГТА и Мэнхан. Поэтому Джим у нас на пятом месте. Четвертую позицию великолепной пятерки лысиков занимает очаровашка Кейн из серии Command & Contra. Его лысина вела на верную гибель войска Братства Нот, освещая собой путь сквозь заросли Тиберия. Сам он несколько раз погибал и снова воскресал, подобно Бритам и Фениксу. Кейн захватывал мирные города, убивал предателей, награждал преданных мерзавцев и якшился с мутантами и инопланетянами. Он даже прикидывался Терминатором, но его великолепная лысина его выдавала. Правда, злые языки поговаривают, что на самом деле под маской Кейна прячется некто Джо Пукан. Но лысый диктатор эти языки вырывает с корня, поэтому четвертое место нашей пятерки по праву его. А теперь обратите внимание на лот номер 3. Это великолепный клонированный киллер за номером 47, произведенный в лучших подземных лабораториях лучшими учеными из ДНК лучших ассасинов современности. Он быстро, жесток, безжалостен, элегантен и безотказен, просто автомат Калашникова какой-то. На ослепительно лысом затылке красуется штрих-код, доказательство высочайшего качества исполняемой работы. Его лысина незамеченный проникает в любое бежище и способна замочить того, кого надо и как надо. Все, что вам надо сделать, просто заплатить ему за отлично выполненный заказ. Или если вы не заплатите, он разозлится, и тогда вы убедитесь в его убийственных способностях лично. Третье место. Вторым самым лысым и злобным человеком признается харизматичный Ридик, убийца кошков, точнее кот, стремительный и беспощадный. Он отлично видит в темноте, владеет холодным и горячим оружием, голыми руками сворачивает горы и головы противников. Периодически сбегает из тюрьмы, становится головой убийц, спасает маленьких девочек. Ридик засветил свою башку и в кино, и в мультфильмах, но все же злые языки утверждают, что видели его в игре «Вилмен», боевике «Форсаж» и, о ужас, кинокомедии «Лысый нянька». Но мы в это не верим. Ну разве может человек, укокошивший весь персонал космической тюрьмы, не умело менять подгузники? Конечно нет. Ридик «Лысый и злобный» на втором месте. И возглавляет пятерку самых лысых и самых злобных героев героический воин Кратос. Этот безумный грек настолько суров, что после ссоры с женой зарубил супругу, а потом обвинил в произошедшем богов и отправился им же мстить. И ведь отомстил. Сначала замочил бога войны Ареса, потом накостылял самому Зевсу, естественно, на пути к этому натрывал головы, оторвал конечности, кромсал, рвал и металл всех, кто попадался ему на пути. А вот девушек он любил, причем иногда сразу по две. Лысый и злобный Кратос с козлиной бородкой, ловелас, убийца богов и неверный муж на первом месте нашего злобно-лысого хит-парада. Далее виртуалити, Трансформеры 2, Sims 3, а также кто самая главная шишка в жестоком мире Вархаммер Онлайн. Это виртуалити, мы продолжаем знакомить вас с новым и необычным из мира компьютерных развлечений. Взять шефство над девушками из Playboy теперь более чем реально. Летом выйдет браузерная игра Playboy Manager. Ваша основная задача... Погоди, я знаю, уломать как можно больше красоток, а потом всем вместе закрыться в комнате и... Нет, это же все не дешевая порнушка. Тут все серьезно. Поиск спонсоров, фотосессии, кастинги. А между этим можно закрыться в комнате... Оцень мост! Что у нас там по новостям ожидаемых игр? В бейсбол играют настоящие мужчины. Такие здоровые, мощные, высоко полигональные. Сомневаетесь? Тогда посмотрите, какие отчаянные мачо с ко всем скоро появятся в симуляторе этого вида спорта The Bigs 2. Как вы думаете, зачем они выходят на поле с бейсбольными битами? Ну уж точно не для красоты, а чтобы бить, бить и снова бить противников. А самым мастерским считается долбанучной смочи по летящему мячику, да так, чтобы он обязательно кого-нибудь зашит. Совсем не важно, что вы не знаете правила игры. Их никто не знает. Главное, если вдруг что, при обыске биту всегда можно куда-нибудь спрятать. Или сказать, что ты спортсмен. И все, снова можно ломать и крушить. Как говорится, размахнись рука, раззудись плечо. Это кто сейчас в меня мячик кинул? Роботы-трансформеры вокруг нас. Приглядитесь куче ржавого железа на помойке. Возможно, это замаскированный робот. Чтобы научиться различать этих механических демонов от обычного хлама, ознакомьтесь с экшеном Трансформера 2 Мист Падши по мотивам одноименного фильма. Итак, по сюжету. Битва на земле закончена, но главные роботы Мегатрон и Оптимус Прайм вновь схлестнулись в смертельной схватке. А помогать им будут роботы-автомобили, роботы-вертолеты, роботы-танки. Не хватает им только роботы-пожарной машины и трансформеры-говночисток. Также обещано какое-то там вселенское зло. По мне так, зло — это игра по первой части Трансформеров, которая вышла, мягко говоря, жидким. Короче, если вы не боитесь роботов, то идите в кино. А если боитесь, то подождите 15 июня, запустите игру и сразу бояться перестанете. Ну если Трансформеры — это в основном игрушки для мальчиков, то наш следующий сюжет приведет бэкстад всех девушек. А вы, парни, не спешите переключаться. Неужели вам не хочется знать, чем занять свою подружку, пока вы будете тусить с друзьями? Мы находимся на пороге величайшего события в истории видеоигр. Sims 3 вот-вот появится на прилавках всех магазинов мира. Ну а мы пройдемся по студии Electronic Arts Redwood Shores и посмотрим, что за магия здесь творится. В офисах огромного комплекса Electronic Arts в окрестностях Сан-Франциско царило спокойствие и умиротворение. В основном потому, что практически вся работа над этим тайтлом была уже завершена, и многие работники студии разъехались по отпускам. Но нам все же посчастливилось наткнуться на некоторых важных людей, занятых в этом проекте, которые поведали нам о самых вкусных его фишках. В Sims 3 дело происходит в открытом мире, в городе Sunset Valley, который устанавливается с диском. Также с официального сайта thesims3.com можно скачать еще один город — Riverview. Вот на этих просторах и будет проживать ваш персонаж, пол, возраст, внешность и черты характера которого вы создадите своими руками. Более 70 личностных качеств, которые определяют судьбу персонажа, система тонкой настройки внешности, плюс возможность создавать свои видеоклипы из отрывков геймплея и размещать их в своем аккаунте на официальном сайте Sims'ов. Все это звучит очень многообещающе. И вообще, то, как это звучит, не спутаешь ни с чем. Легендарный язык Simlish уже давно стал визитной карточкой всей серии The Sims. Нам выпала редкая удача побывать на сессии записи этого языка и побеседовать с саунд-продюсером Sims'ов. Я работал над Sims с самой первой игрой, и для меня это вроде как собственный ребенок. Вся эта работа с музыкой, со звуком и так далее. Это из тех проектов, в которые влюбляешься. Чеба-ду! Ха-ха-ха! Ребендор! Ха-ха! За всю историю игры к записи саундтрека приложили руки и голосовые связки десятки известнейших людей от композитора Стива Яблонский до Пусика Доллс, Лили Эллен и Блэк-Эйд Пис. Что касается третьей части, то на запись и обработку одних голосов было потрачено два календарных года. Я спросил у Робби, что бы он посоветовал тем, кто хочет профессионально озвучивать персонажей в The Sims. Лучше устроитесь работать в банк. Буми-шеладо! В общем, как принято говорить на этой виртуальной планете, харава сол ла бага и хава сол ло намк. Что означает, ребята, похоже, скоро мы здорово повеселимся. Предлагаю оставить эти девчачьи игры и перейти к брутальным мужским забавам. Забудьте пословицу про построить дом и вырастить сына. В мире Вархаммер она не работает. Здесь настоящие перцы должны в своей жизни начистить кому-нибудь рыло и начистить кому-нибудь рыло. Мы продолжаем курс ОБЖ в Вархаммер Онлайн. Нуб! Пошел в бой! Внимание, бойцы! Времени на обучение осталось мало, однако вы уже многого достигли. Сегодня у нас открытый урок, на который мы пригласили отцов-основателей мира Вархаммер Онлайн. Так что втянули животы и начислили обмундирование до блеска. Не дай бог опозоритесь перед этими важными шишками. Вот, к примеру, Марк Дэвис, можно сказать, главный картограф Вархаммер Онлайн. Я нарисовал все это, чтобы было легче объяснить все остальные команде, где и как должны располагаться различные локации в сыром мире Вархаммер Онлайн. Графики и дизайнеры всю дорогу ныли. Я не понимаю, где должен располагаться этот город, каким должны быть переходы между этими локациями. Пришлось делать такую схему. Все картинки соединены воедино. Сориентируется даже такой тормозной программист, вроде нашего Брюса. Что, замерли молокососы? Брюса Маклина испугались? Да спехи не намочить, а то заржавеет. Да и вообще, Брюс — человек безобидный. Откроем вам секрет. Вся команда отцов-основателей обожает зеленокожих и любит делать буа. Смотрите. Смотрите. А вот кого действительно стоит опасаться, так это Джереми Дейла, аниматора. Скромный ведом молодчик лихо расправляется с провинившимися подчиненными. А вообще я рисую такие талантливые и красивые скетчи, чтобы дать понять художникам и 3D-шникам, как должны выглядеть персонажи. Потом уже делаются вот такие трехмерные модели, которые мы и засовываем в игру. А затем смотрим, как оно выглядит в атмосфере суровой войны. Если что-то не нравится, то приходится переделывать и перерисовывать, чтобы достичь абсолютно идеального образа. А вот это салаги чуть ли не главная персона во вселенной Вархаммер Онлайн. Имя отца-основателя Джош Дрэщер. Мы, конечно, пытались передать ему пару вопросов, однако он не захотел отвечать. Оно и понятно, он очень занят. Это... это вопросы? Это фигня, а не вопросы. Какая-то невнятная чепуха, честное слово. И вот так вот все время. Как я это ненавижу. В общем, вот такие они отцы-основатели. Тоже со странностями, но эти люди могут себе это позволить. Зато теперь, если и какой орк решит вас обидеть, просто шепните ему, что знакомое со всеми большими шишками мира Вархаммер Онлайн. Зеленокожий тут же впустится на утек. Вот увидите. А между тем, следующее занятие бойцы станет для вас последним испытанием. Близится выпускной. Готовьтесь. Домашнее задание к следующему уроку, повторение пройденного материала и подготовка к парадному смотру. На сегодня можете расслабиться, разгильдяй. Свободны. Кругом. Акш. На сегодня все. Смотрите на следующей неделе в виртуалити. Секретные проекты, самые секретные игровой выставки рассекречены. Лос-Анджелес принимает геймеров со всего мира. Открылась Е3. Котопес, выдробык, шестнадцатипалый дельфин Никита. Кто будет противостоять человеку летучей мыши? С вами был Макс Васильев. Стэнбай.